В составе группы пограничников Московского высшего пограничного училища приезжал сюда и мы проходили в войсковую стажировку на границе. Я охранял границу Армении, это 3-я пограничная состава Ленинградского пограничного отряда, как раз подножие горы Араря. Мы разрешали охранять армянцу в границе. Я хочу сказать, что когда мы приехали сюда, с границы спустились, мы были загорелые, ответственные, молодые парни, когда мы пришли на Ленинградский базар, хотели закупить овощи, как раз пошли персик, варзанинь, виноград. К нам подбежали женщины, и они вот в нашу группу пограничников, они буквально одарили, колька, дальше пакетов не было, ну-то помню, да, это были такие бумажные пакеты, мы бумажными пульками, фрукты, овощами, на нашу группу говорили. Просто так, от души, от сердца, понимаете? И для многих моих соратников, для многих моих сослужинцев, которые многие сейчас уже полковники, генералы, они до сих пор с удовольствием принимают тот эпизод, и для многих это был первый урок настоящей дружбы народу, первый урок интернационального дружбы, понимаете? И вот этот факт, он очень дорогого стоит. Буквально вчера, когда мы делали круг по деревянам, на самолете, я поймал себе мысли, на мысли впервые, что? А ведь, жительно, вот этот горький рыван, на киргизском языке, он означает место в удобной котловине. Сегодня вот, Александр Белевич, вашим замечательным, вашим человеком, это, я считаю, ваш университет, это по воле Бога, вот такие звезды, он трудится в вашем университете, замечательный день. Тоже мы пообщались. Я, понимаете, мысль высказал, и вот казалось бы, да, как это можно понять, как это можно объяснить? Где киргизия, да? Где вы отменили, где рима? Ну вот, понимаете, слова словесные, вот эти вот, как мы говорим, вначале было слово, да? И вот то, что вот эти слова, они имеют одинаковое звучание, и на киргизском языке я могу, я говорю, да, понимание. А слово «армень», опять же, на киргизском языке, я ничего не понимаю, это наш киргизский язык, означает «я сама совесть». Вот «армень» — это «я сама совесть». Вот это перевод. Поэтому я еще раз хочу сказать, огромную возможность, огромную благодарность и организаторам вашего служебного мероприятия, и вашим замечательным университетам, и Еревану, Солнечному городу, и всей вашей республике, и пожелать всего самого наилучшего. И поэтому, пользуясь правом, так сказать, опытом защиты рубежей Армении, я чуть, может быть, поправдывал побольше времени, те были на опережание, почти на 5 часа. Да, конечно. И я хочу более доступным языком, более, так сказать, как мои коллеги говорили, вольнодумством, потому что, когда выразить многие высадные мысли для нашего замечания молодежи, это они главные действующие акты будущего нашей страны, наших государств. И вот, опять же, не будучи, так сказать, человеком из сугубо такого научного круга, я практик. Я долго и все эти годы просто жил в силовой структуре. Сначала Советского Союза, потом, он трудился вот в Матитерорическом Центре Содружества независимого государства, там один стоит подработал. И я хочу сказать многие вещи, которые могут быть скрыты от внимания, да, от повседневной деятельности. Может быть, они немножко затушеваны, но это сама природа, так сказать, специфика деятельности силовой структур. Но, тем не менее, многие вещи надо рассказать, надо донести. Во-первых, что такое УДКБ? Вот УДКБ – это организация, которая имеет уникальный инструментарий силового воздействия на наших врагов. Ведь раньше в Советское время были Советские вооруженные силы, которые обеспечивали общую безопасность нашей большой страны, которая называлась Советским Союзом. Советский Союз распался. Безусловно, большая геопатичная катастрофа для всех нас. Им надо было кому-то обеспечивать безопасность. Поэтому 30 лет назад был подписан договор о количестве безопасности, и затем уже через СТ была создана непосредственно сама организация УДКБ. И вот, безусловно, эти 20 лет, они положительным образом повлияли на УДКБ, создавая стройная структура, которая имеет необходимые компоненты для окупирования каких-то угроз. И, конечно, как это было уже сказано, именно события в Казахстане, они показали всю нужность и действенность этой организации. Здесь, может быть, далеко от Казахстана, может быть, некоторые вещи не доходят, а мы, ну, рядом, это наша соседняя республика, это братский народ. Вот, Крылиза Казахстана, вы многие знаете, что мы очень близки по ментальности, по языку, по культуре, и так далее, и так далее. И вот то, что там происходило, конечно, нам очень, так сказать, как по сердцу ударило. И мы с этой вещью мы видим изнутри, реально. Что там произошло? В двух словах, значит, это деятельность международных кирижистских организаций, которые за годами проникли в Казахстан, которые работали, проникли в структуры власти, в правонах управления, в цехе для власти и в общественной структуре. А потом, наше время, они вышли, и, значит, использовали помощь в так называемых спящих лечениях, это уже исламских лечениях. Вот что это произошло. И они, значит, всю эту свою активность, они замаскировали под лозунгом вот этих вот социальных образований. А надо отметить, уже будет открыто, что основные акторы, это, мы живем в мире капитализма, основные акторы, это вот нефтегазовые всевозможные компании, Ше, Тексако, Халиберто. Они формируют там среду и спойно-середей, которые работают в этой компании. Они формируют информационную матерцу. Эта матерца, она застатушевывает все реальные вещи, которые, на самом деле, происходят там. Понимаете? Это информационная попава, низкая машина. Материн, они поменеются. Так вот, когда Казахстан погрузился вот в этот ужас в эти дни, когда несколько городов плавили, когда горела Алма-Ата, это цветущий сад, город Сад, именно быстро, оперативно, вмешательство подразделения ОДКБ, оно спасло государственность Казахстана. Это вот реальная оценка событий. Поэтому ОДКБ, еще раз повторюсь, это уникальная на сегодняшний день структура, которая может решать не просто вот эти вот задачи по спасению государственности наших членов организаций, но она также организация, которая может решать геополитические задачи, задачи стратегического характера. Откуда это происходит? Это исходит из природы деятельности самого противника. Ведь стояла задача вот этого стратегического расширения Казахстана, разделения, погружения в хаос всего региона, потому что там заполохало соседей Узбекистана и Казахстана и так далее. Поэтому значение и значимость и роль организации Долгар-Казахстана безопасности трудно ценить. И неслучайно люди говорят, что самые главные люди которые беспокоятся о мире и безопасности это люди в погонах. Люди в погонах с военным опытом офицеры Министерства обороны органов безопасности и других силов и структов именно они видят самые первые зачатки зарождающейся опасности. И они о нем говорят. Иногда встречаются такие факты, что военные люди криками кричат, пытаясь донести ситуацию. Но к сожалению наше гражданство общество оно очень не верит. Оно найдено. И нет слова. раскачивается, пока нужны команды приказы, указания пройдут, это все мыло все реки страдания. Вот я хочу сказать, что на сегодняшний день созданы две огромные геополитические дыры. Это черные дыры военные, именно военно-стратевического характера. Это долго время существует Аминьстан, об этом знаете. А вот сейчас создана драма, она долго время готовилась к Украине. Вот в эти черные дыры и стремятся глобалистские силы затянуть все наши страны, чтобы марио войны поглотило, чтобы на большой территории начался общий коллапс, хаос и так далее. О чем было сказано выше. Так вот на Украине безусловно Российские вооруженные силы проводят специалисты. Они выступают не только за русский мир, они выступают за безопасность и Белоруссии, и Касказской фракции Армении, и нас среди премияния. Понимаете? Потому что вот эти предаточные звенья, вот этот шутер за спрус, как хотите называть, они протянулись по всей территории нашей республики. И они ставят задачу дестабилизации ситуации на все в этом пространстве. А как это пространство называется? Эх же терминология. Хартман. Это сибирная земля. Это сибирная земля. Это Евразия. Это мы с вами. Именно такое, что мы живем на этой земле и у нас соседочный главный запас воды, полезных ископаемых и прочих прочих. Понимаете? Как там? И самое главное, мы с вами наследники наших великих пред, у нас гены победители. Потому что мы победили в самой страшной войне 20-го эго, в войне против германского фашизма. У нас эти гены. и этот фактор им дает покой. Мы сами непокорны, мы сами непослушны. И мы стремимся жить в своей жизни. Мы не хотим подстраиваться под их рекам. Вот и все. Поэтому эта ситуация она усугубляется еще чем в последнее время? уродливая детища глобалист и западная политика украинская неонацизм он безусловно победит. Российские вооруженные силы одержат безусловную победу и в этом нет никакой альтернативности. Другой вопрос как это будет последствия на победе? Так вот о чем говорили мои коллеги. Коллективный запад пытается открыть так называемый второй фронт. Где он будет возможно по вероятности этого вопроса есть средняя Азия, Казахстан. То, что опять это не наша формулировка это не наше программе мягкая подгруча России. Современно Черчилль еще идет. Поэтому в мягком подгруча России вы наблюдаете все эти события начались с этого года. И то, что в середине мая месяца начались события по децепрализации горно-барашевска основной области Таджикистана это тоже об этом говорит. И мало кто знает, что население этого горного региона высокотворного региона они имеют своего живого бога. То есть данный гражданин безусловно известный запад делово-политическое дело практически стабличное но он одновременно является гражданином Англии, Франции и Зарая. Причем ты был подошел Каджикистан. Поэтому в раздоволюхом вот эти связи вы очень можете наблюдать и подшлить дело живого. Афганистан посмотрите в прошлом году когда на августе месяце американские войска они успешно бросили бежали из Афганистана и вот бедные афганцы которые все эти годы помогали им парамериканские насоленные грозди винограда обликали самолеты подавались на большую высоту это не бедство американцев и это планированная акция уход американцев из Афганистана он цивилизирует с собой начало новой геополитической игры в регион вот новая существенно новая особенность событий на Украине в чем так учается потому что там кроме обычных вооружений были выявлены более такси цифровых биологических лабораторий на которых работали над опасными штаммами фомы крысо геологические арабки сибирские и других опасных заболеваний у которых смертность превышает 70% это в разы в разы больше чем у COVID-19 а у китайцев есть что предложить мировому сообществу и предъявить американской стране после событий в Ухане в Уханской лаборатории когда страну можно тоже после посещения и работы более месяца группы американских военных биодов потом возникла вспышка COVID-19 в Уханской поэтому ничего это значит не дорогие товарищи еще должны брать сразу на веру то, что звучит в окружающем нас и самостоятельной нас биологической лаборатории украинской не просто работали над этим штаммом а им впервые в истории человечества пытались придать такой умный характер чтобы эти боевые штаммы бактерии вирусы чтобы они уничтожали не всех подряд а только избранные народы то есть им пытались придать генетический характер генетический избранный характер то есть они работали над гоплогруппой первую очередь русского народа она известна это эра дина славянская гоплогруппа как называть ее арейской она дотрени она кстати очень много присутствует ему народа армении она была целью этих белористских секретов и она около более 5 процентов самое интересное что это же группа на противосто украинского она еще лучше на более 55 процентов специалисты о чем говорят начальник лоскарационных химических защитов и его поддерживал не кури руководителя отдела по заключению оружия масса поражения генетическую бону и мы мы человечество на пороге вот это вот последствия ужасно событий то есть вот эти боевые штаммы опасные болезни они должны уничтожать людей у которых в первую очередь есть это горожина я еще повторю более 105% уростных 55% украинцев то есть применили американцам это оружие сейчас погибнет в первую очередь самую провинцию и они этого не знают потому что их уже заведомо включили в число чего в число пущеного мяса так самое интересное это и у соседних стран и в Белоруссии само собой и в Польше и у Чехов и у Словаков и у Болгаров и так далее они все кто они все новые члены НАТО то есть американская военщина она не заботится даже о своих партнерах о своих союзниках 200 лет последние на земле бушуют огонь пожаров воин всевозможных а Америка мы в этом океане она там далеко ее это с ней касается понимаете но она потом придет и там уже прошла эпидемия в средние века когда опустошенные города когда пустые государства страны приходить и владеть чем хочешь то есть политика она повторяется и не надо удивляться и говорить что ах как вы закораживаете и демократически цивилизованных запад возвращаясь кадахстанским событиям вот когда зимой озвучали о целях на их коллег о том что там сработали глубоко законспирированные агентурные цели западных стран это все запрошивали мир что это выступление масс против заседания президентом зарубая семейный план направлений это все масса в интернете но прошло два месяца в апреле в арбанной национальной безопасности Казахстана выявили заряжение арестовала почти годом 30 человек которые имеют принадлежность к спецслужбам Англии и других высокоразвитых западных демократических свободных государств в том числе и Турции так вот вот смотрите какая страшная ситуация разворачивается вокруг нас вокруг наших государств и я вам с уверенностью могу сказать не на сумму 150% что вот те вызовы и угрозы которые летают вокруг среднеазиатского региона Казахстана и вокруг вот здесь кавказского региона то есть вокруг вас они в 160 и те же их природа одинаковая и маленькое отступление почему говоря среднея казахстан это старое советское пределение после распада Советского Союза ввели вот этот новый центральный куда включили Абганистан то есть смотрите как игра с луфть а как искусство все сделано бывшая Советская Республика у которых и строительство и уровень экономического потенциал технического и прочего развития был выше советского времени их пристегнули как теперь пятый корешок Абганистан где уровень Абганистана где нашу нет а это западная центральная Азия вот вы 5 республик и Абганистан поэтому принципиально много я считаю в этом внедрять опять много старого выражения средняя али опасность заключается в том что американцы почему бежали кавычках из Абганистана если в Украине за 8 лет они создали более 30 лаборатории не вели секрет вот этим испытанием пытаясь придать биологическим оружием характер генетичной направленности то что они за 13 лет в Абганистане они не знали и нарушил чтобы молчить то что вообще не было никакого ни объектива ни субъективного контроля над американцем в Абганистане а она граничит извините меня подержание большая труппления в Абганистане Торщикистан все говорили с Абганистан и по продалитмом оценкам если вдруг вспыхнет такая-то вспышка неизвестно заболевания если вся страна которая так оболевает кучина войны еще еще вспышка у них нет ни системы здравоохранения ничего и вот если толпа беженцев а по диктам оценкам больше миллиона человек первая волна придет я вас уверяю никакие местные структуры обороны безопасности это волна беженца в миллион человек они снесут все на своем пути и эта волна она пойдет дальше Урал Сибирь Уральская региона Россия вот у нас рядом и дальше они пойдут не знаю западным границам пытаются проходить Европу а это видите у меня несколько инфекционных заболеваний о чем мы говорим они будут пути заражать население все место вот вам рассказать новая чума уже 21 века а потом все приходи власть этими территориями то есть что не надо пушек не надо артиллерии не надо самолетов танков все делается невидимым так вот в Беларуси на Украине основное средство это птицы они работали у них была специальная программа которая работала над тем чтобы заражать вот эти первые птицы они заражали птицу по правилам исследования птицы по издалям они миграционно летают если открыть карту она все интернете открыть карту основных белоруси лаборатории сэшэн которые полировались их они удивительным образом и странным образом расположены на самых главных путях миграции птиц птиц как мы знаем у них основная миграция находится в северном и юг по всеми землянам шару на этих каналах стоят американцы белоруси лаборатории птиц главный программ они заражают птиц на украину птицы несли эти штаммы сибирской язвы теперь коронавирусно-бенуизно-харак дальше в россии а они много птиц в 50-х на Союзе а надо проверить вы спросите вашего армитолога какие птицы летают к вам сюда откуда как понимаете опять я говорю не надо тратиться на дорогостоящие какие-то бомбы ариацию стратегическую значит даже дарнобойную артиллерию и так далее вот заразил стоит птиц все легко и просто а потом главное и надежь венома откуда появилась очевидность смертельная еще построена 70% результат и вот вот эти события дорогие друзья хочу чтобы вы понимали не только мы мир стоит на пороге вот этих вот огромных предстоящих мы стоим впервые на пороге вот этой пропасти может быть никогда в своей истории человечество не стояло на пороге больших губок и врос и вот это вот эти условия конечно должно работать на более высоком уровне я скажу что многие коллеги военные они подтвердят просто раскладываются в этот состав начальство вооруженных сил радиационной химической биологической безопасности она у нас страдает мы говорим открытым у нас нет этих подразделений не в них вооруженных силах наших понимает это они остались и развиваются только вооруженных силах россии поэтому вот это подорожное разместить в подразделении в наших странах участников на территории страны чтобы они проводили поставлены мониторить обстановку подошли вирусы и бактерии это невидимый лазу они летают для них не существует ни гранити ни там ничего не забыли уважаемые друзья значит безусловно сейчас мы стоим на пороге большей сады вот сам факт того что военные еще именно люди военные вот этот сад очень живо отмечают и он служит покинать естественным бородом сам факт начала военной операции на Украине это дорогого стоит это впервые пошла открыта война с миром вот этим маркобезия с миром бесчеловечность с миром фашизм с миром фашизм чем характеризуется основное последнее событие вот это гибрид гибрид многие не продают смысл а ведь дело в том что эта война она не только направлена на применение пуль бомб снарядов нет идет информационное воздействие отвергается огромному огромной деформации мир внутренних человеков идет вмешательство в его мозг его внутренний духовный мир понимаете идет трансформация личных огромный массив направлен на видоизменения городе под наших дековых условиях советных среди православия из ислама это все пытается огрушить это главное чтобы соментировать любое общество любое любое общество любое любое страна на научно-балансирование это уже дестабилизация сама по себе поэтому поэтому я хочу сказать что их называют афлантисты глобалисты называть их вот эти действия вы заметили активизация их действия их конечно подстегивает коренные сдвиги в развитии мировой системы капитализма капитализм он исчерпал фактически своей все возможности капитализм классический который мы знаем что карель макс капитализм описал интересно честно экономичных фактически а вот мы живем капитализм да у нас какие-то а какой главный труд да у нас это практично объясняет капитализм капитализм совершенно как они писал кармас да вот оно самое интересное что мало кто знает что вдруг и сказал человечество достоинства честь и совесть этого в мире капитала искать нечего они писали труд не так вот капитализм он уже нынешний сожженый он уже отработан наступает новая эпоха под капиталистической эпоха она и характеризуется вот этим понимаете вот надружением возрождение нацизм фашизм где-то ковидность причем возрождают фашизм те которые больше всего пострадали постороннего войны как это можно понимать даже вот этот новый под капиталист мировой порядок он конечно намного более жестоко о чем мы говорим он пытается разрушить внутренний духовный мир человека тонкий мир человека который тысячелетиями оберегал оберегал сознания религии да внутренних народов традиции народные он подвергается главной деформации поэтому новый мир который грядет он был жесток чем капитализм и вторгает уже биологическую природу человека пойдет новый термин биотехнофашизм то что сейчас тоже люди пытаются применить против нас наших народов глобализация прошлых лет она заканчивается это последний писк это ковид это неонацизм на Украине это экономический кризис который начался в мире поэтому начинается новая глобализация новая глобализация мы как раз вели зарождение этих новых порядок поэтому то что творится вокруг нашего окружения на границах творится все вещи начинает концентрация войск НАТО заканчивается проведением смертельно делающих опытов секретов и так далее это все к сожалению очерки нового зарождающегося глобалистского мира поэтому дорогие друзья я хочу чтобы мы с вами вместе объединились чтобы мы с вами вместе задумались и надели начали творить действия по упрощению своей безопасности нашу общую безопасность надо было создавать уже вчера и помните правильно я не знаю я не знаю упомянул тот факт что я был здесь пограничный молодой пожалуйста община у нас нет единой системы пограничных охран у нас нет единых вооруженных сил у нас много чем нет единого так вот мы логически уже подошли к этой черте нам нужно создавать все эти вещи и вот система кодеков это и есть главный фундамент на котором мы можем создать общую систему военной безопасности с общими вооруженными силами и единой структуры государственной безопасности спасибо за внимание всего доброго